К тому же сразу два спортсмена из Якутии стали абсолютными чемпионами по бодибилдингу в соревнованиях Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. Сильнейшие спортсмены из пяти регионов Дальнего выясняли, кому удалось создать самое красивое тело. Особенностью соревнований этого сезона стало участие девушек в новой категории «Фит-модель». Подробности у нашего корреспондента. Для того, чтобы мышцы на сцене выглядели максимально рельефно, в последние дни перед тренировкой атлеты сушатся. То есть употребляют пищу с минимальным содержанием углеводов и даже перестают пить воду. Сергей Безьянов из Якутии вторые сутки не пьет воду, ему 44 года. В спорте этот возраст считается ветеранским, что однако не помешало ему завоевать абсолютный чемпионский титул на этих соревнованиях. Последние полгода он жил в тайге и там же тренировался. Бодибилдинг для него в первую очередь это закалка духа. Закалка характера, железной воли. То есть этот спорт дает действительно железную волю. То есть оно мне как бы и в жизни помогло. То есть не только в спорте, и в жизни помогает этот спорт. Даниил Чернов из Нейрингри стал лучшим в категории пляжный бодибилдинг. Это дисциплина с менее жесткими требованиями, что привлекает большее количество людей к занятиям спортом. Из 70 участников чемпионата больше половины женщины. Большинство девушек участвуют в конкурсе фитнес-бикини, где не требуется большой объем мышц. Достаточно иметь модельную внешность и хорошую физическую форму. Это чем-то напоминает конкурс красоты, только из одежды один купальник, к выбору которого участницы подходят с особой тщательностью. Я подходила к выбору с природой. То есть у меня зеленый купальник – это зелень, здесь цветочки, здесь солнышко, небо и все такое. То есть я люблю природу очень сильно, поэтому я больше исходила из этого. В соревнованиях по бодифитнесу, где требования к физической подготовке более серьезные, чем фитнес-бикини, участница из Якутска Елена Бурлова заняла второе место. Этим чемпионатом бодибилдеры Дальнего Востока завершили год. Стас Михайлов, НБК Сахар, Хабаровск. Субтитры создавал DimaTorzok